В эфире программа Корпорация. С вами Георгий Песков. Сегодня у нас в студии Борис Бобровников, основатель, акционер или владелец и генеральный директор системного интегратора Крок. Здравствуйте, Добрый день. Играющий тренер, в общем. Играющий тренер. Системный интегратор. Вообще это звучит очень загадочно для наших слушателей. Кто такой системный интегратор в современном мире? Системный интегратор, который берет оборудование, программное обеспечение и всякое другое прочее от других производителей и строит из этого ту или другую информационную систему под того или другого корпоративного заказчика. То есть мы берем какой-то конструктор, тот другой, третий, пятый, десятый, и выдаем готовую информационную систему. Это в идеале. На самом деле бывает, что мы выдаем часть информационной системы, а другую часть берут другого системного интегратора. Это означает, что клиент сам становится системным интегратором. Ну, флаг ему в руки, в конце концов. А какие отрасли являются вашими заказчиками? 100% все. Все те, кто хочет иметь конкурентные преимущества. Давайте скажу так. Те отрасли, которые хотят иметь конкурентные преимущества, они являются нашими клиентами. А которым не нужны конкурентные преимущества. Они являются клиентами других системных интеграторов? Или они пытаются строить что-то сами? Им не нужны системные интеграторы. И они могут не строить это все сами. Если компания, например, занимает монопольную позицию, то им зачем инвестировать в ту, другую, третью и так далее. Качай себе и качай. А название компании Крок – это аббревиатура или что это означает? Эта история довольно смешная. В начале 90-х я довольно часто бывал в Соединенных Штатах по тем или другим соображениям. Там дружные мне американцы прозвали меня мистер Крокодайл. А в то время было модно иметь какие-нибудь компании за рубежом. Поэтому мы с братом сделали партнершип в Америке. Заплатили за это 160 долларов целых аж за регистрацию и получили следствие за регистрацию. Эта партнершипа на самом деле никогда особо не работала. Но тем не менее она была. А вот название этой партнершипа подсказала одна знакомая, которая, видя наше мучение относительно названия, сказала, «Ну, назовите его там Крок». И мы ее назвали Крок. А потом мы от этого американского Крока открыли российскую компанию с тем же самым названием. Так оно и получилось. Но, по-моему, оказалось, в общем, неплохо в конечном счете. Ну, а дух крокодилизма остался? Я думаю, что он с годами только крепнет. Ведь все-таки нам не так уж много лет. И поэтому мы всего лишь достигли половой зрелости. И поэтому мы, как бы, естественно, развиваясь дальше, будем укреплять крокодилий дух внутри компании. А что в вашем представлении зрелость компании? В какой момент компанию можно назвать зрелой? Я думаю, что это очень субъективно. Это вопрос культуры корпоративной или финансовых показателей? Вот на ваш взгляд. Да нет, я думаю, что это вопрос очень субъективный. Я думаю, что зрелой компанией можно считать лет через 50 после основания. Наверное, так. Так я думаю. 20 лет, ну что это такое 20 лет? Юность, можно сказать. То есть это временем измеряется все, возрастом? Может быть. Честно говоря, никогда не думал на эту тему. Потому что это очень субъективно. Когда вы создавали эту компанию, вы создавали ее изначально как что-то большое? Ну, может быть, не немедленно, но в будущем. Или вы не имели никакого представления о том, во что это выльется? Я не имел ни малейшего представления о том, во что это выльется и что это будет. Потому что в тот самый момент мой предыдущий бизнес как бы иссякал. Нужно было искать какой-то следующий. И я совершенно случайно познакомился с замечательным человеком, Евгением Мельником, который предложил сделать такой бизнес. Покупать в Америке те или другие достаточно дорогие и уникальные вещи. Тем или другим путем их сюда, в Россию, тащить. И это дело кому-то там продавать. Соответственно, мой брат это в Америке покупал. Евгений Мельник все это продавал, а я все это крышевал, выражаясь тогдашним языком. То, что мы на 400 тысяч долларов продали за вторую половину 92-го года, это было некоторое удивление. И нас было целых 12 или 13 человек в этот момент. Но потом у нас уже был оборот 4 миллиона долларов, по-моему. Я уже, честно говоря, не помню. А в какой момент вы почувствовали себя системным интегратором? Системным интегратором? Ну, надо сказать, что этот термин появился к концу 90-х годов. Тогда вот в начале 90-х и в середине 90-х. Описания того, что мы делали, там как-то не было. На Западе такой существует термин value added reseller. Ну, может быть, вот так вот, например. А в России это системный интегратор, например, там прижилось название. Я думаю, что впервые мы стали заниматься чем-то, кроме перепродаж железок, в конце 95-го и начале 96-го года. Тогда у нас произошло сразу два знаковых проекта. Первый проект – это вники госстандарта. Нас туда пригласили одни мои знакомые в надежде, что мы им построим информационную систему. Их в надежды оправдались в конечном итоге. Да, но понимаете, какая штука. Мы вообще-то умели перепродавать железки. А там нужно было написать программный продукт. Там нужно было все это как-то внедрить, сделать какое-то предпроектное обследование, обучить пользователей. То есть, это был нормальный системный проект на полмиллиона долларов или на 600 тысяч долларов. Вот тут началось самое интересное. И выяснилось, что компания Крок к этому абсолютно не готова. Абсолютно. Мало того, что большинство наших специалистов, они же вышли из индустрии перепродажи железа, то есть компьютеров. Они слово «программный продукт» без дрожи не воспринимали. Их начинало колбасить от этих слов. И поэтому в виде программистов мы наняли каких-то разведчиков, наших больших друзей и клиентов, которые нам помогали писать в систему. Они взяли нас подряд еще кого-то. В итоге получилось так, что этот проект прошел невероятно криво и невероятно сложно. Но в итоге мы как-то его внедрили, и он, не знаю, там очень много лет потом эта система работала, жила, в том числе с нашим участием. Но это был реально первый интеграционный проект, когда были и поставки, и лицензии, и наши работы, и обучение, и там много чего было, и субподрядчиков тоже. А до сих пор существует, работает эта система? Знаете, мы там с ними работаем достаточно давно. Но я думаю, что то, что мы тогда заложили, оно не может кардинально измениться. Это был, по большому счету, просто большой архив, соответствующим образом организованный. И, наверное, то, что сейчас есть, это просто продолжение вот того самого большого архива. Может быть, на другой аппаратной платформе почти наверняка. Может быть, на других каких-то программных решениях, тех, других, третьих. Достаточно профессиональные ребята сидят в госстандарте, насколько я понимаю. И они, в общем, знают, что хотят и как это делать. Я думаю, что там все в порядке. А вот среди тех, кто работал с вами над этим проектом тогда, сколько людей до сих пор работает в компании? Ну, понимаете, в 1997 году партнер и один из основателей компании «Икрох» Женя Мельник вышел из компании, сделал свой собственный бизнес, и он забрал с собой одного человека. Поэтому я могу сказать, что за исключением двух людей, все остальные люди остались в компании. Вообще, до численности порядка двухсот человек мы потеряли, наверное, двух-трех человек вообще. В целом. Понятно, что когда количество сотрудников осуществляется тысячами, происходит та или другая естественная убыль, которую надо пополнять. Да, текучесть кадров. Я думаю, что текучесть кадров, не вдаваясь в те или другие секретные цифры, текучесть кадров у нас самая маленькая в отрасли по тем или другим или третьим причинам. А чем вы это объясняете? Это корпоративная культура или есть какие-то другие причины? Высокие зарплаты или что? В чем главное? Я не думаю, что у нас самые высокие зарплаты. Я думаю, что мы, как любые бизнесмены, хотим оптимизировать наши затраты, в том числе и на уважаемых сотрудников, называя вещи своими именами. С одной стороны. С другой стороны, вообще известно, что количество денег, которое зарабатывает человек, не является в подавляющем большинстве случаев определяющим фактором его места работы. Это не фактор номер один. Это, конечно, не последний фактор, но там есть куча других факторов. С моей точки зрения, основной фактор – это возможность самореализации. И поэтому то, что мы строим, мы строим компанию, в которой любой человек может самореализоваться в большей степени, нежели в любом другом месте на планете. И если мы этого достигаем, значит цель компании достигнута. Другое дело, что это достигается ежедневной, ежеминутной работой и предоставлением для сотрудников площадки для самореализации. А это вопрос духа, который царит в корпорации, или это вопрос системы, которая существует, реализована и позволяет ли ее реализоваться? Это некая система, довольно сложно организованная, довольно сложная и очень многогранная. Она где-то прописана или она существует в умах отцов-основателей? Вы знаете, прописать такие вещи не получается. Лет 10 назад мы пытались что-то прописать, поняли, что на четвертой строчке уже у нас нет согласия, что и как писать. Я имею в виду топ-менеджеров компании. Мы писать бросили. Поэтому у нас есть такой незримый дух компании, который мы всячески поддерживаем, холим и лилием, и, естественно, тюнингуем и развиваем. Первое, это то, что мы считаем, что у нас маленькая семейная компания, которая заботится о каждом сотруднике, так как она заботится в компании, например, на 5 человек. И мы считаем, что это наша важнейшая ценность. А все остальное из этого следует. Дальше мы даем людям возможность самореализовываться. Но, естественно, мы должны людям платить и возможность зарабатывать больше, чем в любом другом месте. Понятно, что человек должен что-то отдавать в компанию тоже. То есть, по большому счету, мы берем людей, у которых вектор устремлений сопоставим с нашим или такой же. И дальше... Это молодые люди? Кто на входе обычно? Вы предпочитаете брать молодых людей, которые только что закончили университет? Не хочу никого обижать, но у нас средний возраст сотрудников последние 10 лет особо не меняется. Это порядка 31 года. То есть, у нас средний возраст компаний за 10-15 лет особо не менялся. Это 31 год. Плюс-минус. То есть, очень много молодежи получается. В основном молодежь, но я не утверждаю, что мы никого не берем, каких-то глубоких стариков в возрасте 40 лет мы уже не берем. Нет, я не хочу этого сказать. Если он проявляет признаки здравого ума и не дергается по приеме на работу, мы возьмем и 40-летнего. Конечно же. Но в основном все-таки молодежь, да? Понимаете, у них есть амбиции, у них есть желание расти, у них есть готовность платить цену. И заодно они могут воспринимать культуру компании, потому что другой культуры у них пока нет. Человек, который приходит к нам сложившись, он приходит со своей какой-то культурой. Соответственно, дальше происходит ломка. В любом случае она происходит. И не всем оно комфортно. И нам оно не особо комфортно на самом деле. Хотя, с другой стороны, у нас достаточное количество людей приходит в возрасте за 50 лет и классно работают. Вопрос же не в биологическом возрасте, а в душе, скажем так. А по вашему опыту, в течение какого времени новый сотрудник, выпускник университета или института, становится полноценным сотрудником вашей компании? Сколько должно пройти времени в среднем? Полгода, год? Знаете, это абсолютно индивидуально. У нас средний кандидат, который для нас оптимальный, это человек в возрасте 22-25 лет, который имеет соответствующее базовое образование и желательно год-два опыта работы в похожем... То есть, какой-то опыт работы все-таки должен быть? Слова «должен» у нас нет. Понимаете, если хороший человек, мы его возьмем, и у нас есть куча президентов, берем там третикурсников, например. Более того, большинство топ-менеджеров мы брали в возрасте 19-20 лет, когда они были еще даже на третьем курсе не были. Просто так случилось, и тогда было такое время. Сейчас 22 года, 22-25 для нас оптимальный кандидат. Но когда человек приносит отдачу, ну, наверное, в среднем через 2-3 года, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть куча каких-то примеров совершенно фантазийных. Там пришла к нам девушка, там, я не знаю, было 22. А в 25 она рулила двумя сотнями мужиков и 100 миллионами долларов годового оборота. Понимаете, да? Ну, вот об этой девушке мы поговорим после рекламной паузы. Все, спасибо. В эфире программа «Корпорация». С вами Георгий Песков. У нас в студии сегодня Борис Бобровников, основатель, владелец и генеральный директор системного интегратора КРОК. Итак, продолжим разговор о замечательном карьерном взлете вот этой девушки. Как часто такие случаи происходят в вашей компании? Достаточно много. Руководитель крупнейшего департамента в компании КРОК пришел к нам. Но, правда, не в 25 лет, а, по-моему, он был чуть-чуть старше. Через год он рулил там 10 миллионов долларовыми проектами. А еще через год рулил департаментом на 400 человек, например. Да, элементарно. Продолжая разговор о корпоративной культуре. Ну, вы вообще, насколько я знаю, предвосхитили даже появление биткоинов, выпустив свою собственную валюту, бобродоллары. Нет, мне кажется, что биткоины чуть раньше появились. Но какая разница, собственно говоря? Да. Но, тем не менее, а в чем ценность этих бобродолларов для сотрудников? Понимаете, какая штука? Наиболее успешный бизнес – это тот, который умудряется совмещать игру и сам бизнес. Понимаете, вот кто-то играет и занимается бизнесом. И всегда есть какое-то противоречие, и человек разрывается. Вот если вы можете сделать так, чтобы человек занимался бизнесом и одновременно играл, то это самое хорошее сочетание, и к этому стремятся, я думаю, наиболее успешные компании в мире. А игра – это означает азарт. Соответственно, если люди крайне азартно что-то делают, то их каким-то образом надо поощрять. И я достаточно давно, года 2-3 уже, я работаю на так называемом третьем измерении. Понимаете, вот первое измерение в мотивированности людей – это деньги. Там все понятно. Второе измерение – это, например, должности. А есть еще третье измерение. Его в свое время решили люди в армии, когда придумали награды. Потому что тут есть зарплата, есть звание, а есть награда. И эти вещи разные на самом деле. И, с моей точки зрения, успешна та компания, которая лучше реализует у себя третье измерение с точки зрения мотивации. Поэтому у нас очень много различных программ, когда мы людей мотивируем не финансовым образом. Например, у нас есть конкурс «Виват.Идея», когда каждый сотрудник может высказываться на любую тему и сказать, «А вот давайте сделаем так-то, 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 мне кажется, что будет от этого так-то, так-то, так-то хорошо всем. Или кому-то». Мы, соответственно, это достаточно объективно оцениваем. И раз в год среди тех, кто дал наиболее интересные идеи или полезные идеи, мы проводим лотерею и разыгрываем, например, поездку на Кипр на три дня. Это, с одной стороны, может, и не очень большой привесок к зарплате. Но это тоже материальное что-то. Материальное. Или, например, да, материальное, но не совсем. Или разыграем какие-нибудь билеты в какой-нибудь театр, например. Я условно говорю. То есть, вот такие немотивированные, не финансовая мотивация, она очень важна. Она в какой-то момент становится важнее, чем финансовая. А вот эти бобродоллары как-то все-таки можно на что-то обменять материальное? Ну, накопил человек их там тысячу, две тысячи. Ну, можно, например, взять майку с апплигатурой Крок в магазине. Или кепку, или какую-нибудь форменную одежду. А эту майку за обычные деньги можно купить? Или она только за бобродоллары продается? Да, тоже можно. Вы знаете, там, понимаете, какая штука? С того момента, когда вы имитируете валюту, вы до конца не представляете, для чего и как она используется. Я не знаю, как она используется. Я знаю только, что она не является как бы нарушением закона. И мы там не обмениваем их на реальные деньги. И не покупаем на них в соседнем ларьке то, что можно купить в соседнем ларьке. В основном они, конечно, используются на наших ивентах внутренних. Это день рождения компании летом и зимой Новый год. И там на что их можно обменять? Там люди устраивают тотализаторы какие-то, какая команда выиграет, еще что-то, еще что-то. Там куча применений всего этого дела. В самом начале передачи вы сами себя охарактеризовали как играющий тренер. А что это значит на самом деле? Это значит, что я погружен в те проекты и в те ситуации в компании, которые требуют моего участия. Так осторожно скажу. А де-факто это означает, что я работаю как кризис-менеджер последние очень много лет. Собственно говоря, с точки зрения Стругацких, капитан корабля должен заниматься кризисными ситуациями. То есть корабль куда-то плывет, и его ведут грамотные инженеры, штурманы, матросы и все такое прочее. А капитан нужен на случай нештатных ситуаций. Это одна функция капитана. И я ее, собственно говоря, выполняю. То есть я профессиональный кризис-менеджер. С одной стороны. С другой стороны, кто-то должен заниматься развитием компании. А лучше сформулировать, что компания должна сама себя развивать. Но кто-то должен ей устанавливать эти правила, по которым она сама себя развивает. И мое глубочайшее убеждение, что компанией управлять нельзя. Можно вырабатывать правила, по которым компания сама собой управляет. Тогда это как-то работает. А если ты пытаешься управлять, то, наверное, на уровне 100 человек твои способности на этом заканчиваются. Какие бы они ни были. Дальше ты начинаешь изобретать правила. Или помогаешь, что лучше. Помогаешь компании генерить правила, по которым ей комфортнее и проще все жить. Соответственно, это моя вторая функция. Это развитие. Я тюнингую те правила, которые есть, или пытаюсь стимулировать, чтобы люди при помощи различных конкурсов, каких-то креативных мозговых штурмов и так далее, которые у нас тоже есть, чтобы это каким-то образом развивало компанию ежедневно. А вообще структура управления компанией как выстроена? Вы генеральный директор, но вы одновременно еще и присядете от директоров? У нас формально такого, я скажу так, с точки зрения юриспруденции, у нас такого органа нет. Де-факто есть совет директоров, человек на 15, который занимается управлением компанией в значительной степени. У нас есть процедуры еженедельных встреч, которые мы изобрели в кризис 2008 года. И с тех пор, так как кризис не закончился, мы, соответственно, это не отменяли. Оказалось, полезная практика. Но мы довольно часто и все больше и больше используем краудсорсинг, такая модная тема. Потому что 15 человек, какие бы они опытные и высокооплачиваемые не были, они не могут думать за всю компанию, и это неправильно. Но это 15 человек, это все люди менеджеры каких-то. Да, но не только на самом деле. Это ведущие директора аккаунтов, например. Есть у нас такая должность в компании. Но я к тому, что это все люди, зависимые от компании, ее сотрудники. Нет людей, которых вы, вот вы упомянули краудсорсинг, но каких-то конкретных личностей, независимых, которых вы привлекаете, вот в этот неформальный совет директоров, нет. Нет, чужие ли нам не нужны? Мы же не открытая компания. Мы же пока хорошая компания, как сказал Сильвай Берлускони. Зачем это нужно? Компания же хорошая, зачем это IPO? Нет, естественно, мы используем чужой интеллект, настолько, насколько это возможно, и гораздо больше, чем кто-то может себе представить. Но это не значит, что люди должны вместе с нами сидеть, что-то нам такое говорить. Конечно же, для расширения наших знаний, и особенно в тех или других сложных ситуациях, конечно, мы используем интеллект по всему миру, а не только в нашей компании. Естественно, совершенно. Не значит, что эти люди должны... Но не через механизм совета директоров, каких-то советников и так далее. А вот интересное замечание по поводу публичных компаний. Вы категорически противник этой концепции публичной компании, или вы считаете, что она просто неприменима в вашей конкретной ситуации? Я категорически противник такого. Если вы возьмете топ-400 мировых компаний или топ-500, вы обратите внимание, что те компании, которые считаются частными, то есть там, где основное количество акций принадлежит человеку, либо семье, то эти компании наиболее прибыльные и лучше управляются. Это очень хорошо сформулировал однажды мой друг, и ближайший лет 25 назад он сказал, ну, начиная с какого-то момента, ты больше времени тратишь, объясняя всем этим людям, что надо делать, а не на само действие. В конечном счете, там не надо никому ничего объяснять, надо делать. Я сторонник действий. Я считаю, что трясти надо это дерево, объяснять не надо никому ничего. Можно посоветоваться, принять решение и работать, но в частной компании это происходит быстро, а в не частной компании это происходит медленно, и чаще всего плохо заканчивается. А если вернуться к системе управления компанией, ну, вот есть какой-то топ-менеджмент, вы упомянули неформальный совет директоров, а вот дальше как все происходит? И существует четко устоявшаяся система, или в каждом дивизионе компании кто-то рулит по-своему, так, как ему нравится? Если человек достигает результатов, с него никто не спрашивает, как он управляет своим дивизионом. Для того, чтобы управлять компанией, у нас есть, ну, можно это назвать матрицей, хотя я терпеть не могу всяких этих там таких выражений, у нас есть вертикали, это подразделения и направления бизнеса, каждый из которых мы оцениваем с точки зрения ориентабельности, по большому счету, то есть это вертикальные направления, и у них есть какой-то руководитель, обязательно совершенно, иначе там направлений не существует. Таких направлений у нас там, например, под сотню, при этом бывают конкурирующие направления в разных департаментах, люди могут заниматься чем-то одинаковым или тем же самым просто-напросто. Это плохо или хорошо? Не могу не сказать, что существует две теории развития. Первая теория – это божественное происхождение, а другая теория – это теория эволюции. Между ними как бы нет компромисса. Я все-таки сторонник теории эволюции, а в приложении к человечеству – это теория конкуренции. Поэтому если у нас жесточайшая конкуренция на рынке, а IT-рынок в России – это самый конкурентный рынок с многих точек зрения, то почему мы должны оберегать от конкуренции наших сотрудников? Это просто невозможно. Другое дело, что мы следим за тем, чтобы конкуренция была цивилизованной, чтобы хотя бы можно было ночью по коридорам ходить, не опасаясь за свою жизнь. На улице уже что происходит, это я уже не знаю. А в офисе мы следим за порядком. А то есть внутренняя конкуренция – это хорошо? – Я думаю, что элементы внутренней конкуренции необходимы. Потому что, смотрите, у нас настолько быстро меняются технологии, они настолько переплетаются друг с другом, что в какой-то момент вы не можете понять, откуда она произошла и к чему она оригинально принадлежала. Microsoft начинает заниматься железом, Oracle начинает заниматься железом, IBM всю жизнь занимается софтом более успешно, чем железом. Но ментальность людей, в общем-то, разная, и подразделения разные. Но если вдруг люди добиваются успеха, в конце концов и клиенты тоже разные. Не надо забывать, у нас там много сотен клиентов, хорошо за 500. И клиенты тоже симпатичны, те или другие персонажи. Соответственно, почему нет? Если у нас направление рентабельно в этом подразделении и рентабельно в другом подразделении, ну и замечательно. Тем более, что за счет конкуренции друг с другом они, в конечном счете, занимаются оптимизацией своих расходов, затрат. И это классно, на самом деле. Это просто супер. Спасибо. Спасибо, Борис. К сожалению, наше время подошло к концу. Большое вам спасибо. Вам спасибо. Программа «Корпорация». С вами Георгий Песков. У нас в студии был Борис Бобровников, владелец, генеральный директор и играющий тренер системного интегратора «Крок». Большое спасибо. Удачи. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова